Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не получит 20 тысяч долларов Это был режим QuickCash, а есть еще режим BankIt И это... Я не записал с него футажей, прикол Режим по сути тот же, что и Grind в Колде Только сражаются уже не три команды, а четыре И вроде бы до 40 тысяч долларов, если мне не изменяет память Ладно, так и в чем же основной прикол игры? Разрушаемость! Ой, блядь! Геймплейная разрушаемость, господи! Любое здание, которое присутствует на карте Только если эта карта это не само здание типа небоскреба Все это можно снести Любая стена — бам! Любой стол — бум! Перегородки — нахер это! Деревья — взрываемые! Горшки с цветами — бросаемые! Растительность — сжигаемые! Я серьезно, в этой игре есть симуляция огня И это добавляет ее к двум играм, в которых тоже есть симуляция огня Какие приколы нам это дает? Полностью контролируемый мап-дизайн Кроме очевидных созданий и закрытий новых проходов На картах также присутствуют установленные зиплайны Которые тоже можно сломать! Некоторые банкоматы находятся на подвесных платформах На которые можно добраться при помощи зиплайнов Их можно сломать, и до них будет не добраться Что же тогда делать? Да можно просто скинуть эти платформы И вся эта разрушаемость в совокупности с газовыми и зажигательными гранатами А также бочками с монтажной пеной Создает по-настоящему тактический геймплей Поднимите руки те, кто считает, что в конквесте в Battlefield есть тактика А теперь объясните, почему вы так считаете Из-за разрушаемого окружения здесь не покемперишь А кто попытается, тот будет выкурен гранатами и сифорами Буквально каждая позиция на любой точке небезопасна И нужно четко продумывать свою позиционку Также это нужно делать во время перемещения к этим самым точкам Хорошенько оценить свои силы и подумать А может стоит все-таки отдать им коробку, а потом переходить ее по пути? Я сделаю вот так Слез, там Он полетел в пропасть Ща А, он поднимается обратно Купан Слез Я тут другого убивал Не успею Успел Хуя, хорош И нахуй Все Мы засейвили Хорош, блядь Засейвили в последнюю секунду, блядь Хорош, блядь, поднимите меня, пожалуйста И беша игра, пока мне нравится Кстати, это очень командная игра и командная работа здесь ценится И здесь присутствует очень интересная механика возрождения Из тебя выпадает маленькая фигурка, которую можно взять, отнести куда угодно и... Ладно, если так подумать, то это фишка из батл роялей Пацаны, меня тут дом взрывают нахуй Вы далеко там, да? Ща, 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 ща Вбрось меня просто нахуй с этого крана и все Время Время Да, я понимаю, Лех У нас там заварушка была Спрыгнул, спрыгнул, спрыгнул с крана здесь хорош минус 1 еще газ 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 я газ я газ дал там турель а понял да ну нахуй да у нее ручной этот гранатомет да 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 блять ебать он вносит за решать захватывать я хорош еще один он не субавич один да не вниз он сзади тебя блять не жопу ага теперь здесь живи просто нормально нормально а нормально лёха возродился я еще бегу но без минусов не обошлось и хоть сейчас идет только открытая бета сказать о них надо ну во-первых баланс говно некоторые виды оружия более юзабельные чем другие и те которые менее юзабельные кажутся не юзабельными вообще вопросы баланса это конечно меньшее золо вот техническое состояние а никто из них до сих пор не подобрал нихуяся том что они наверно сражаются ох блять у ага там сука стоит они блять жестко кстати прям наебали слушать по моему да по моему реально не собирается халдить защищать эту хуйню до последнего и только последнюю минуту ли сколько им понадобится они они затащат а где он он под текстуры провалился ясно блять найс оставляет желать лучшего мне второй раз уведомление пришло стиме до блять вот и зайдем хоть и сломала ли у тебя тоже не работа не сработало то что думаю я не в лобе я в лобе у тебя да понял хорошо работает можешь меня еще раз убил 3 или пригласил а это я еще не зашел у меня только я и руси в лобе у меня никого блять ну с подобными техническими проблемами и проблемами баланса конечно еще разберутся но the finals есть другая более глобальная проблема которая заключается в том что после релиза игра сдохнет примерно через две недели и я очень хотел бы ошибаться сложно сказать почему я так считаю наверное потому что опыт подобных сессионок показывает что долго они не живут я вообще не хотел бы повторение истории с low breakers я бы хотел возвращение low breakers не знаю почему я вспомнил low breakers наверное потому что игра крутая и это тоже крутая и конечно я не хотел бы повторение истории с хейла инфинит где на поддержку просто забили да тут даже мне кажется более правильное сравнение потому что игра будет распространяться как free-to-play и надеемся что все с ней будет хорошо и пока сейчас идет открытая бета я советую вам самим ее заценить искренне надеюсь что я не выпущу этот ролик 5 числа иначе это будет полный пи...